Вера Макарова Вера Макарова То есть анестезия при произведении некой косметологической процедуры Потеря сознания, анафилактический шок, остановка сердца Потом, не могу утверждать точно, наверное, какие-то реанимационные действия Я извините, а где это происходило? Это был экспоцентр на Красной Пресне То есть это не было медицинского учреждения? Нет, не было А вы знали, что мама туда собирается? На эту выставку и специально вот у нее такая цель есть? Все подробности я выяснил лишь потом, то есть она мне об этом не говорила Хорошо, какие подробности вам удалось потом выяснить? Ну, то, что она была на выставке, видим, как модель для презентации Некого аппарата нового Был некий израильский доктор, который, собственно, сделал укол И собирался делать презентацию, так понимаю Ну, доктор куда-то ушел, уехал Мама попала в реанимацию Где я ее, собственно, и обнаружил весь день И она действительно 7 дней провела в коме? Ровно Здесь сплошные нарушения, если так разбирать этот случай Извините меня, какого черта израильский врач Без российского сертификата, специалиста, делает здесь? Во-вторых Вот возьмите меня Сколько я без лицензии проработаю в израильском госпитале? Я проработаю ровно до вечера Потом приедет полиция, вывернет мне руки за спину Посадит в полицейское управление Отправит меня сюда на родину Или посадит, а я буду сидеть в тюрьме Здесь явные нарушения Во-вторых Компания-производитель и устроитель этого Понимаете, вот когда все средства хороши Как же можно выполнять любые медицинские мероприятия Которые связаны с уколами Не в медицинском учреждении Для этого, между прочим, существует медицинская лицензия Она дается на помещение, на условия Где должны быть условия для выполнения реанимационных мероприятий тоже Но, к сожалению, я должен сказать вашей маме Которой, к сожалению, нет Тоже была не совсем, так сказать, права Потому что, как можно ведь, понимаете Хотя бы, сказать, в выставочном центре А я скажу, как можно было Потому что это было бесплатно? Да? Видимо, да Ну так вот Ну и что, если это бесплатно, значит это надо всем делать? А вот потому что халява бесплатно хорошо не бывает Вы понимаете, еще вот в этом центре, понимаете Непонятно у кого, непонятно с кем И непонятно, наверное, не только Да ну прекратите Ну и что? Происходит презентация некой процедуры Наши люди очень любят все делать бесплатно Продолжение этой процедуры Понимаете? На глазах у организаторов происходит введение местного анестетика лидокаина По-видимому, в область, где должна производиться эта вещь На глазах у десятков сотен людей Так точно Ну и что? Нет, уголовщина просто Это просто уголовщина А уголовщина хорошо А дело против кого здесь возбуждать? Израильский доктор, который здесь был, он уехал От того, кто обозначил, что это будет делать Против организаторов Идри, против всей группы товарищей, которые минимально за это ответственны Вот именно Нет, ну мы же не знаем еще А что касается... Сейчас, Александр Сергеевич Мама, она действительно давно это хотела сделать Эту процедуру по омоложению У нее были такие мысли? Делилась она с вами? Со мной нет Я вообще полагаю, что она, наверное, если делилась, то с какими-то очень близкими, наверное, подругами О том, что она собиралась сделать, да? И она... Мне, допустим, об этом не говорил никогда, что я вот пойду Обычно это было уже постфактум То есть я вот, смотри, сделала А ваша мама была замужем? Да, в момент Ну вот Нет, наверное Сейчас или вообще? Ну... Сейчас Сейчас Нет, конечно Не, ну видите, она выглядит гораздо моложе своих лет Конечно, я согласна Она занимается собой Она очень интересная и привлекательная И она молода душой Поэтому возникает диссонанс у женщины Она хочет выглядеть немножко моложе И поэтому, конечно, женщина занимается этим И что с этим делать, это факт Удалось пообщаться по телефону с директором фирмы, представлявшей на выставке аппараты для омоложения Давайте послушаем Вы знаете, на данный момент для меня данное событие, оно, ну, я бы сказал, неожиданное, да, и я сейчас не имею никакой информации о происходившем там, да, потому что я, во-первых, я отсутствую, во-вторых, какой-то такой общей картины, оно не складывается никак Вот, а что касается израильского доктора, то у меня нет с ним контактов никаких и не было до этого Дело в том, что никакой операции никаких манипуляций вообще не должно было быть Там должна была быть презентация Разговор господина, который сейчас только что был процитирован, это абсолютно детский лепец Никого он не устроит, ни следователя, ни, естественно, нормального человека, потому что в подобных случаях есть найм израильского специалиста И четко обговаривается, что он должен делать, что не делать Должен быть разрешение на работу, полученное в Федеральном миграционном суде И я вам скажу такую вещь, что ни при каких условиях, никаких на выставке, введении ледокаина в процессе некой процедуры, это вещь совершеннейшая фантастика Получить разрешение на такое, это абсолютный нонсенс, такого даже представить себе нельзя Но, возможно, объяснить, что же произошло в экспоцентре сможет Дионисий Ломакин, адвокат компании, поставляющей медицинское оборудование Здравствуйте, присаживайтесь, пожалуйста Дионисий, какова ваша версия произошедшего? Ну, сразу хочу оговориться, речь идет не о версии, а о том, собственно говоря, что происходило Сразу хочу прояснить ситуацию с врачом С врачом никаких договорных отношений не было по одной простой причине Врача направляла сюда фирма израильская Речь идет всего лишь о презентации, то есть о некой рекламной акции Что касается, к сожалению, ныне погибшей женщины Но вот она была приглашена в качестве модели, именно модели И эта просьба была озвучена непосредственно врачом израильским Никто не предполагал и не планировал проведение каких-то медицинских манипуляций Аппарат даже не был подключен и смонтирован, о какой процедуре может идти речь Не планировалось, то есть модель о чем идет речь То, что женщина просто стоит, показывает Соответственно, он указывает, возможно, какие-то дефекты, которые у него имелись Вы поймите, что там сидели не, скажем так, люди не с публики Там сидели специалисты То есть перед специалистами показывать некое чудесное превращение за один сеанс Бессмысленно, поскольку это не происходит Да и сама методика, она заключается в следующем То, что постоянно на протяжении Для того, чтобы видимый эффект был Нужно, скажем так, проходить эти процедуры постоянно на протяжении нескольких месяцев Поэтому речь не идет о том, что это было спланировано, ни в коем случае Что касается врача, у него должна была быть еще одна презентация То есть он с лекцией должен был выступить Но когда он увидел вот этот вот негативный момент, который произошел Он никому ничего не объяснив вместе с представителем фирмы Слинял в Израиль Совершенно верно И вечером он был уже в Израиле, на контакт не выходит И дальше процедуру делали Но подождите, зачем тогда делать ледокаин, вы мне объясните Если аппарат стоит в виде как стенда Он не подключен, якобы Он не собран, ничего там нет Значит был подключен и был собран Совершенно верно, совершенно верно Значит у строителя обманывают Здесь мы видим четкий и конкретный коммерческий рекламный ход Для того, чтобы женщина Она должна была встать, нормально все пойти И у ней все хорошо Но здесь переключилась вот такая вот ситуация Это понимаете, как компания, которая продвигает эти аппараты в нашем рынке Просто взяла живого человека и использовала как рекламный Ну что значит взяла, она что была, без памяти что ли? Ну что без памяти Наши женщины Я с вами хочу сказать, что это не более чем зубы А если бы у нее это была не она, а другая женщина, у нее было слабоумие Я правда вы эти врача Пришел человек, совершенно вероний Ему вкалывают ледокаин Не спросив не только о переносимости этого препарата О его устном состоянии Вы знаете, это один из немногих моментов, наверное Когда компания, и я как представитель компании, в общем-то мы солидарны С одной простой мыслью, что врач виновен Он не должен был этого делать в данном случае и в данном месте А скажите, пожалуйста, уважаемые доктора По поводу ледокаина Что это такое за страшный препарат? Потому что ну уже не первый раз в этой студии в том числе Говорится о ситуации, когда пациент умирает во время анестезии В том числе от ледокаина Да и не только в этой студии вообще, к сожалению Это случаи вообще по стране, по нашей стали очень часто Во-первых, люди питаются Мы едим йогурты, в которых находятся различные химические препараты Которые чужеродные организмы, консерванты Мы употребляем воду, богатую какими-то вредными веществами Поэтому устойчивость человека к различным внешним факторам Она, конечно, снижается И люди аллергизируют Поэтому вполне возможно какие-то совершенно необычные ситуации Например, в кресле у патолога Человеку может быть плохо А поскольку ледокаин, собственно, препарат Который может вызвать в большой концентрации остановку сердца То для этого существует анестезиолог-ренематолог, который стоит рядом Но если, допустим, стоматолог вводит ледокаин Он видит, что у человека развивается какая-то анафилактический шок Человек, теряя сознание, падает, останавливается сердце Для этого у каждого стоматолога лежит такая, знаете, укладка Она называется противошоковая Там есть все препараты и все условия для того, чтобы оказать этому человеку первую... То есть я правильно понимаю, чтобы не доводить до вот этой вот коробочки Мы ничего не можем сделать, правильно, да? Мы можем только спросить и получить ответ И когда случилось это, произошла остановка сердца Врач убегает, а в Соединенных Штатах полицейские оказывают помощь первую Понимаете, если бы кто-то оказал помощь, если бы оказал искусственный... Закрытый массаж сердца, искусственное дыхание, вел противошоковые препараты Вполне возможно, что эту женщину можно было бы спасти Здесь произошло, что произошла смерть мозга Никто не оказывал первую врачебную помощь Не оказывали искусственное дыхание и не делали закрытый массаж Сколько... Сейчас, секунду Понимаете? А сколько времени требуется на то, чтобы погиб мозг? Одна-две минуты А скажите, пожалуйста, представитель вашей компании Да Может быть, вы как юрист компании знаете Там были сотрудники медицинские вашей компании организовывающие? Я больше сказал, что там несколько десятков А в общей сложности в экспоцентре порядка 500 врачей, специалистов было Поэтому в первые же минуты, как только я стало плохо Не израильский врач, к сожалению А именно, как бы, российские врачи оказывали ей медицинскую помощь В том числе на стендах были все эти необходимые аптечки С этими препаратами, о которых говорились Тоже использовались Другой вопрос В течение 40 минут они вручную поддерживали какие-то искорки жизни в ней Все необходимые мероприятия делали Но 40 минут скорая помощь по неизвестной причине ее не могла забрать А зачем вы тогда держали эти препараты, если не предполагались? Никакие манипуляции и никакой видения лидокаридов Мы не держали Дело в том, что в экспоцентре проходила медицинская выставка И там выступали, там было несколько десятков ферм И были эти аптечки у других ферм на других стендах Поэтому попросили и взяли Но это не правда, это не может быть правдой Я как врач участвовал, не знаю, наверное, в сотни Это правда, потому что вы там не присутствовали, вы предполагаете Ну против шоковой выставки аптечки, они не могут находиться там Они могут быть, потому что фирма-производитель, соответственно, презентовали эти аптечки Они там находились Как только только в экспоцентр повезет группу А Вот вам говорят врачи, понимаете, сидят врачи Кто повезет настоящий против шоковой аптечки? Вы говорите, не правда, вы там не были Но это научные врачи, они пришли слушать, они оказывают медицинскую То есть вы хотите... То есть аптечка там была, но все полагались на то, что... Я так думаю, что это была четная реклама Скажите, один вопрос такой вы себе не задавали Почему скорая, которая приехала буквально через 2-3 минуты, первая скорая По неизвестной причине спокойно поднялась, оказывается, они забыли чемодан Не переводите стрелки, не переводите стрелки Значит, это была перевозка, которая перевозит больных из одной больницы в трубку Вы знаете, она не должна была быть перевозкой, поскольку по телефону звонили, сообщили все симптомы И должны были выслать специально автомобиль Вопрос, почему через 40 минут он только был направлен Омоложение любой ценой Ради кого Вера Макарова пошла на опасную процедуру по омоложению? Мы в прямом эфире Я знаю настоящую причину, почему Вера пошла на этот шаг Вера Макарова, которую стремление быть молодой и красивой довело до смерти В своей 58 она мечтала выглядеть молодой и привлекательной И когда ей предложили бесплатно опробовать на себе новый, безумно дорогой эликсир В долголетии она буквально побежала туда, где ее ждала инъекция красоты На глазах у изумленной публики Вере Ивановне сделали обезболивающий укол Через несколько секунд она начала угасать, потеряла сознание, впала в кому, а потом ее сердце остановилось Израильский врач, проводивший роковую процедуру, бесследно исчез в тот же день Хотя на своем сайте в интернете он все еще рекламирует свои услуги В бумажнике погибшей Веры Макаровой найдены десятки визиток Пластических хирург и врачей-косметологов Сегодня у нас в студии Татьяна Богаченкова Она была близкой подругой Веры Макаровой Здравствуйте, Татьяна Здравствуйте Присаживайтесь, пожалуйста Вы там за кулисой сказали Я знаю, кто виноват и что произошло В жизни Веры появился мужчина И мужчина на много лет ее моложе С которым она познакомилась через интернет Они поддерживали свои отношения виртуально И однажды она получила от него приглашение Она посетила Италию Познакомилась уже воочию с молодым человеком Она увлеклась им Он был внимателен Вера была всегда Я хотела рядом с собой видеть мужчину внимательного Отзывчивого Видимо, он таким же оказался А что ей нужно было для этого сделать? Ей нужно было соответствовать Это такая фигура Это его возраст Кренделя выделывает И поэтому, я думаю, это была одной из причин Я знаю Веру много лет И она, как бы, была физически подготовлена Да, мы видим это на фотографиях Единственное, что у нее болело Это просто у нее попадали волосы Она лечила волосы Это все, что у нее болело, собственно И, тем не менее, она особо внимание уделяла В последнее время на свою внешность Вот Но она вам говорила, что она собирается идти на эту выставку? Намеком Буквально намеком Она единственная в разговоре с ней Она все время говорила Татьяна, если бы ты только знала Как дорого стоит молодость То есть, правильно ли я понимаю, что у вас среди ваших подруг Не приняты были эти операции по омоложению Раз она такими делилась, что Как дорого стоит Ну, она вообще оценивала ситуацию Что, чтобы быть красивой, это стоит много денег Я говорю о том, что вы и другие ваши подруги Не увлекаетесь операциями по омоложению Нет Слушайте, она для своих лет потрясающе выглядит Ну, что еще ей надо было, я не понял Откуда взялись вот эти комплексы? Она действительно выглядит по фигуре, как 25-летняя женщина Не так, что ей уже 60 почти Вы посмотрите, какое тело Ну, что за фигня такая Я часто не могу Скажите, а итальянец вообще требовал, чтобы она что-то с собой делала? Это было ее инициатива Нет, это ее личное, конечно И она хотела просто соответствовать, естественно Но вы хотите быть моложе, нет? Он знал? Да, безусловно Он знал, сколько ей на самом деле лет? Фигашки Он знал? Что? Он знал, сколько ей лет на самом деле? Не знал Надеюсь, он не смотрит нас по телевизору в Италии и не увидит нас Да, и она была уверена, что если он узнает, то это будет... Паспорт она ему не показывала, он так и думал, что ему 44, а ей 48 Она не отручивала ему свой возраст А? Как долго она с ним встречалась? Около двух лет Около двух лет? Примерно в начале 10-го, по-моему, это началось Может быть, началось, точнее, знакомство раньше, еще в 9-м Но поехал он где-то весной, что ли, в 10-го Ваша мама, дожив до такого возраста, не понимает, что если мужчина любит, ему пофигу, сколько лет этой женщины, понимаете? Вы знаете, это было немножко по-другому, то, что вы говорите То есть, понятно, что мужчине-то мне тоже пофигу, как она выглядит, да? Но он послужил неким, может быть, как сказать, катализатором То есть, она и так всегда за собой следила, да? То есть, но когда появился он в ее жизни, ну, когда у женщины никого нет, вдруг кто-то появляется Само собой, ну, хочется как-то... Слушайте, ну, она лучше его выглядит Ну, лучше, но тоже не пустую она время провела, понимаете, 2 года Значит, что-то делала с лицом, пусть она не кололась ей иголками, но... Посмотрите, какая дивная фигура, какая она гибкая Ну, это спорт Татьяна, а вам известно, ваша подруга что-то делала со своим телом? Я имею в виду хирургическое вмешательство, какие-то процедуры? С телом нет Это чисто психологический факт Вы знаете, на самом деле, исходя из той информации, которая мне стала известна В том числе, уже исходя из того, что возбудили уголовное дело Какие-то следственные действия проводятся К сожалению, следует признать, что у нее была глубокая психологическая зависимость от всех процедур То есть, все новинки ее интересовали И, насколько я понимаю, там с десяток визиток пластических хирургов разных были найдены И медицинских центров, ну, это факт Ну, это и нормально для женщин Она интересовалась этим И это не в том плане, что я пытаюсь каким-то образом сказать Однако, вред здоровья нанесли не в те клиники, а тот врач, который оказывал лучшую помощь в центре В чем здесь это? То есть, человек идет к врачу Он хочет хорошо выглядеть Я опять говорю, что она не пришла к врачу для проведения медицинской процедуры Почему вы все время пытаетесь несколько исказить? Да я не исказал, я с морами уфа Я владею большим объемом информации, нежели вы Я не исказал, что иначе ли вы Замечательно, тогда объясните, как вы толкуете и как на вашем языке это называется Это называется следующее Врач, который представляет фирму, возможно, по каким-то причинам С ее подачи, со своей подачи Совместно решил выйти за пределы той программы, которая была заблаговременно изначально То есть, он из Израиля Я правильно? Вот сейчас, секунду Если бы он считал себя невиновным И считал бы, что у него все сделано правильно, а виноваты организаторы Я так думаю, что он бы давно вышел на связь Хорошо Один момент есть такой, так скажем, скользкий То, что она, как видимо, двум людям говорила о том, что Что она уже туда идет Что она идет, именно идет на что-то, что стоит 180 тысяч То есть, все-таки была предварительная договоренность о том, что она будет То есть, явно она и сказали, что она на вашем месте будет моделью Ее не проводят, одна момента Это не видение ботокса, когда можно увидеть некий результат Поэтому я и говорю, что Да это без разницы Это не без разницы, это важно Абсолютно без разницы Это технологии Ей предложили, ей сказали Ее использовали как модель Вы знали, что модель будет на вашем месте Дианисий, вот вы знаете, на самом деле Самые гадкие слова сегодня, которые прозвучали Ее использовали как модель Модель Модели, а не в качестве человека Вы так говорите, как будто модель, что это модель, это какая-то кукла Которую поставили, показали, как натыкать, а потом похоронили Понимаете? Что вы такие слова-то говорите? Но вы знаете, вы сейчас можете на публику играть, знаете Дианисий, вот без игры на публику, просто расскажите Я еще раз говорю Кто, какой человек Скажите еще раз Кто, какой человек От компании От кого-то другого Как вышли на нее Вышли На веру Позвонили по телефону Или как? Да, позвонили по телефону Кто позвонил? Представитель компании Представитель компании, да Ваши Откуда этот телефон? И более того Наконец-то Вот, собственно, это Это не является секретной информацией, поскольку все детали мы сообщили на следствии У следователя имеется вся информация, как происходит Вы пригласили на верную смерть А говорите так спокойно Я говорю спокойно по одной простой причине Ее не приглашал никто на верную смерть По одной простой причине Я Сейчас Маленькое замечание Я только хочу у Ирии уточнить Мама знала Куда шла Куда она собиралась? Ну, не на верную смерть, естественно Разумеется Но так как она двоим людям, как минимум, я знаю, она сказала, куда идет И на что идет Более того, еще приглашала кого-то с собой Но, видно, не пошли Ну, значит, знала, куда идет Я так полагаю Вам удалось выяснить, кто ее туда зазывал? Нет Не удалось Я вам говорил, она мне там вообще Вот, как бы, она общалась с такими-то, может, близкими подругами Но, опять же, вряд ли она рассказывала, кто конкретно ее куда-то зазывал То есть она как-то попала, как-то пришла Кто-то нашел, не знаю, как его То есть она знала, что она именно на процедуру идет? Нет, ну, в любом случае, как бы, да Это был не первый опыт, так скажем, общения с косметологией ее Да, то есть она и до этого Она периодически с 10-го года прибегала к каким-то там процедурам Да, то есть что ты делаешь? Я убью, но есть одна маленькая деталь У меня более 12 лет работы на Западе в медицине Поэтому допустить, что израильский доктор с высшим образованием приезжает в страну Икс И на глазах у всех во время производит, во время выставки На презентации фирмы, которая понятия об этом не имеет Пригласивших ее Производит введение лидокаина с последующей манипуляцией Я не могу Я могу удовлетворить, что он был псих Что он отважился на этот эксперимент в порыве какого-то, в порыве страсти Я не знаю, что Давайте весь этот идиотизм предоставлять не будем Заведующий реанимации сказал то же самое примерно Я рад, что она согласилась со мной Потому что в любой ситуации, в любой другой стране этот человек сидел бы Да, да, да Остаток жизни И вообще, и все, кто имел к этому отношение Были бы к этому очень честно причастны Потому что услуги человека, которые, как утверждает уважаемый адвокат В них, разумеется, я не могу себе представить, контракт входила бы Медицинская манипуляция принародная, это нереально Ну это просто... Здесь просто патисты защиты Значит было что-то другое Мы ничего не знаем, мы ничего не ведаем Все, вопросы к израильскому доктору Мы ничего не знаем Но мы сейчас видим в разговоре факты Что ее пригласили на процедуру И приглашали наши, российские врачи Не на процедуру Не на процедуру Вот понимаете, это ваша позиция защиты Вот такая, конечно Если вы признаете по-другому, то это называется халатность А это уже уголовная ответственность Речь идти может только насчет врача Либо, скажем так, то, что он за пределы вышел Каких-то разумных манипуляций, которые он вообще должен был проводить Я так думаю, что эту женщину уговорили Извините, Миша Все-таки уговорили Объявили страшную цену Да? Я не думаю так Ну да, я не думаю, что ее уговорили Вы, мне кажется, заблуждаетесь Ну, вы знаете что? Она действительно как бы... Ну, она с удовольствием шла, потому что у нее получалось Она у вас была красавица Вы на нее очень похожи Спасибо Видимо, действительно женщина за собой следила Следила Что говорить, пожалуйста, на шпагате сидит Здесь еще многих фотографий нет Но признаете, что если женщина за собой следит Это не значит, что она себя действительно любит К сожалению, у наших женщин есть такая проблема Знаете, что они красивы, они прекрасны, но они любят себя Я не могу сказать, что я богатый человек Но я не поведусь на то, что это стоит 180 Иди мы тебя уколем Вы себя любите? Я себя очень люблю Послушайте, она шла на ледокаин Она шла на процедуру, а не ледокаином колодца Все-таки на процедуру Ну, не ледокаином колодца Смысл ей идти? Я пойду уколю с ледокаином Скажите, зачем это? Давайте пригласим в студию к нашему разговору Еще одну подругу Веры Макаровой Ольгу Рязанову Насколько я понимаю, у нее несколько иная версия Я имею в виду... Сейчас С ее смертью Оль, я так понимаю, что вы считаете, что итальянец-то тут ни при чем Да, конечно, ни при чем Вера Ивановна вообще была настолько самодостаточна Настолько сильной и духом, и физически То есть это вообще был человек необыкновенный Колоритная Всегда жизнерадостная То есть даже до этого итальянец Причем о нем я вообще недавно узнала Она всегда следила за собой Никогда не давала никому унывать Она всегда себя считала красивой Всегда Ну, просто искра от нее всегда шла То есть тут итальянец я вообще не знаю, откуда он появился И при чем он здесь То есть вот так А чтобы она что-то такое вообще делала Прям какие-то прям сумасшедшие процедуры Нет, здесь просто, видимо, решила попробовать Но никто же не сказал, к чему это приведет Ну, она так или иначе все равно старалась, да Там, шаг за шагом Оно пыталась выглядеть лучше, моложе, красивее Конечно, ну как любая женщина, которая себя любит, которая себя уважает Естественно, она будет следить за собой Но вы считаете, что это просто ради себя? Конечно, ради себя Она не считала, что это просто Я тоже делаю, допустим, чтобы быть красивой ради себя, не ради кого-то Если меня мужчина там будет просить что-то сверхъестественное, скажет До свидания, не нравится, не любишь, до свидания И Вера Ивановна была такая, что она очень самодостаточная Слушайте, мужчины делают то же самое Две подруги и совершенно два противоположных мнения Ужас, в котором мы сейчас находимся, раскладывается ровно на два вопроса Вопрос первый Могло ли быть с ней подобное несчастье, приведение ледокаина, где угодно? У стоматолога, у гинеколога, у дерматолога, где угодно? Могло Да, могло Конечно Почему? Ледокаин это наш хлеб и мясо Вы знаете, гинеколог не принимает на... Совершенно соглашусь Ледокаин это наш хлеб и мясо Мы миллионам людей в этой стране вводим ледокаин И у нас есть много смертей Потому что много вводим И есть побочка, естественно И мы ее избегаем Оставляем в покое эту тему Вторая тема заключается в следующем Которую и Илья, и невольно подруги Я себя правильно понимаю Невольно обозначают То, что бедные женщины делают с собой Не имеет отношения к медицине Это другая сторона Это, простите, психохирургия Великолепная красавица, которая потрясающе сложена У которой потрясающие мышцы Которая делает вещи, которые не один, не всякий легкоатлет может сделать И то, что она с собой затевала Это психохирургия или психотерапия За серьезные деньги Психофармакология Какое у нее было, что она говорила Опять же, что тут пардоксисует в том, что в Италии, во Франции Мужчины к женщинам не относятся так жестко Я думаю, что итальянец догадывался, сколько ей лет Но она была насколько интересна ему Чисто личностно Что это не было проблемой Это надуманная ею проблема Как вы считаете? Проблема внешности, да, большая Проблема огромной разницы Давайте спросим еще у одного друга Веры Макаровой Были ли надуманными эти проблемы Павел Максимов на студии Здравствуйте, Павел Присаживайтесь, пожалуйста Павел, на ваш взгляд, как были проблемы эти надуманные? Проблемы с омоложением? Конечно, надуманные Я Веру Ивановну знаю очень хорошо Действительно, она была замечательной спортсменкой Я ее еще два года назад обучил прыжкам в воду Она демонстрировала вот такую же йогу в Подмосковье То есть, совершенно было нормально Она себя выглядела И только последний год что-то она выглядела Вот и моя жена сказала, она с ней работала тоже Что-то Вера Ивановна стала немножко постаревшей Но я не знаю, из-за чего это было Может быть, она много работала очень Может быть, действительно, стала увлекаться чем-то Не знаю Уж не знаю Может быть, ваша жена, добрая подружка И Вере Ивановне тоже сказала Что как-то немножко постаревше Нет Стала выглядеть Да нет, она деликатная, она такого не скажет Она не была постаревшей Просто Вера Ивановна за короткий срок похудела на такую Как бы, не знаю, Илюш, на сколько она похудела? На 16, что ли? На 16 килограмм Естественно За какой срок? За полгода где-то, за 5 месяцев Ну, во-первых, у нее какая-то была травма на челюсти И она не могла есть И она питалась через трубочку И тут пошло, естественно, похудение Она потом это подхватила И вот похудела до такого уровня Конечно, лицо, оно чуть-чуть не справилось С тем, что вот резкое похудение Она сломала руку И вот, видимо, было что-то Это потом И потом, да И потом она еще стала говорить, что стала увлекаться там сыроедением Чем-то еще Но я не поддержала Говорит, это слишком радикально Но она вот тем не менее Но я так понимаю, что вы массу других увлечений Веры Макаровой поддержали В частности, увлечения астрологии, да? Я хочу вопрос Астрологии, да, конечно Сейчас, Зинаи Михайловна Буквально секунду Просила ли, я не знаю Сделать, может быть, вас какую-то Там, как это называется Астрологическую карту Да Астрологическую карту Последний год А, совместимости с Марко? Да, конечно Мы в 2009 году И в 2010 Разбирали Она ко мне обращалась Рассказала про Марко И я поддержал У них действительно хорошая совместимость Марко Он знает об этом? Да Он узнал прям То есть я узнал поздно вечером в пятницу Практически ночью Там уже приехал А он узнал об этом утром субботом От вас? Да, от меня И? Что и? Ну, он узнал диагноз И, в общем-то, то, что там Все выходили и говорили Что давайте поставим свечку И она выживет Как бы он уже даже В чате уже написал Что все Как бы Это конец Понятно Скажите, пожалуйста Или А не было у этого Человека Итальянца по имени Марко Желание Может быть помочь найти Израильского врача? Ну Нет Ну я Пока Пока он, я думаю Все версии, собственно Ну пока существующие версии Он пока и не знает Я думаю То есть я ему описал Что было, да Лично я никого не обвинял Никому там Не предъявлял Какие-то обвинения Ни в тексте Никак Поэтому мы на эту тему С ним не говорили Но я думаю Что он этого делать не будет Более того Я думаю, что Имама моя бы Всего этого Возможно геморроя И бы не хотела бы Светлая память Вере Макаровой Мы продолжим Разговор Об этой студии В прямом эфире В прямом эфире Чтобы не говорили женщины Идя под нож Пластического хирурга Их толкают к этому Мужчины Которые Их стесняются Доверчивая Вера Макарова Фактически стала Подопытным кроликом Из кулапа Мошенника Она хотела Выглядеть моложе Ведь Она так надеялась На счастье С итальянцем Марко Марина Из Николаева Всегда стеснялась Своей внешности Даже в ранней юности Она не была Похожа На своих сверстниц Тяжелый подбородок Нависающие веки Она старалась Не смотреть на себя В зеркало Всю накопившуюся боль Она изливала На страницах Своего дневника На улице только и слышу Уродина Крокодилица Даже будущий муж Стесняется появляться Со мной на людях Ах, как хочется Быть красивой Если бы кто-нибудь знал Насколько это тяжело Быть такой некрасивой Я хочу пригласить В студию Сергея Горохова Здравствуйте Присаживайтесь Сережа А вы Познакомились с Мариной Вот такой Которой Какую мы видим Сейчас на фотографии Такая, которая Была раньше Сколько вы встречались До того Как состоялась Ваша свадьба Мы где-то Около года Возможно А то и больше Сережа А это действительно То, что Вот в дневнике Писала Ваша супруга Может Мой будущий муж Стесняется Появляться Со мной вместе Да, действительно Я стеснялся Выходить с ней на люди И саму себе Признаться Что Мне как-то неудобно Перед друзьями Мне как-то неудобно Выйти с ней В люди На центральную улицу города Но это возможно Были какие-то ошибки Молодости Надо было Закрыть на это Все глаза И не обращать На это внимание Просто Она человек Очень хороший И мне полюбилось Ради души Ради открытости Ради Может быть Даже такого Ангельского Отношения Как к людям Ну и ко всем То есть она А вы себя-то не стеснялись На людей Я стеснялся Да, наверное Да, да, да Возможно Да, и не красавец Может быть И стеснялся В этом направлении Давай пусть сидим Дом И не будем соседей Пугать Да, да, да Не красавец был Конечно же Сережа Подождите А чего вы стеснялись Если вы полюбили Именно эту девушку Да Со стороны были Очень много нареканий Сидим в компании И друзья Говорят на ухо Говорят Как ты связался С этим там крокодилом Или уродиной А что ты этому Товарищу-то сказал Я говорю Товарищу Я сказал, что Мне самое главное Душевная красота человека Его доброта И открытость И начал стесняться В каких случаях Не объясняют Этому вашему Может быть Надо было в лицо Сразу дать Отдают в рыло Не извините, что учу Да Я Возможно Я может быть Такой человек Дипломатичный Интеллигентный С двумя высшими образованиями Поэтому Это радость Я ему просто Я ему просто Сказал Каждому свое То есть Каждой твари по паре Бог для меня выбрал Этого человека Посмотрим Сколько людей С тремя высшими образованиями Давали за своих людей Я не хотел сглазить Потому что Это настолько добрый И открытый И честный человек Она симпатичная девочка Слушайте Она на фотографии Перед тем Как она что-то сделала Она просто на Джулию Робертс похожа Ладно Я вам говорю Она просто Не там А так Здесь Здесь Может быть больше на Уму Турман Или Кристину Арбакайта То есть Вот так Как вы Пришли и сказали Своей Любимой женщине Или намекнули Чтобы она Пошла и что-то Изменила Свою внешность Может быть Я не говорил Но у каждого Были такие вот Подспудные Какие-то Внутренние мнения Я бы хотел бы Чтобы немножко Я даже сказал Давай что-то Может быть Ты хочешь что-то Изменить в себе Там Какую-то внешность Может быть там Грудь У нас были разговоры С ней Она говорит Я бы себе Хотела бы Изменить Пластику лица Допустим Увлечить немножко грудь Я говорю Во-первых Надо ли оно тебе Ты и так красивая Для меня ты Самый красивый Человек на свете Но она говорит Я хочу чтобы Ты выходил Ты выходил со мной Да И все смотрели И падали И ты этим гордился Я говорю Я горжусь Что ты у меня просто есть Что ты рядом И ты мне помогаешь во всем Сергей А вы знаете Мне когда было 17 лет Мне молодой человек С которым я 3 года В отношениях была Сказал что мне бы нос Прооперировать Сереж Вы сейчас В глаза смотрите В глаза Он вам Это прямо сказал Да Да Говорит у тебя Нос как-то широковат Может подрежем А то как-то неудобно Перед людьми Ну Сказали Я хочу себе сделать нос Он говорит Ну давай Это так-то и так-то Но когда он так сказал вам Это может быть некорректно С его стороны Может быть у него Совсем другое отношение К вам было Вы знаете Женщина которую любит Не начнет поднимать Подобные темы Женщина Женщина которая любит себя И может быть которая любит мужчину И хочет ему постоянно нравиться Она хочет себя довести до совершенства Может быть в каком-то физическом Там естественном В каком-то своем плане И внутреннем Скажите пожалуйста Сережа У вас не было желание себя Довести до совершенства? Возникает Я на данный момент Очень сильно Я очень Будем так говорить Себя корю во всем То есть я самокритичен человек И то надо допустим И мышцы надо подкачать И умственную базу надо довести И может быть подрасти как-то Там немножко выше Самая главная умственная база Потому что мужчина Должен быть мужчиной Вот за что любят мужчин Вот за то что в голове Вы знаете Мне ситуация напоминает Александр Сергеевич Извините Давайте не будем Листить себе Не всегда это так случается Мне знаете Ситуация такая напоминает Что вот я с другом встречаюсь У меня дворняшка А у него такой лабрадор Он спрашивает Какая у тебя Это самая собака Я говорю дворняшка Фу Как если я пойду У меня лабрадор А ты будешь по улице С дворняшкой ходить Когда любишь девушку Когда с ней Живешь год А то и больше Но при этом Стеняешься ходить На улицу с ней Я не понимаю вот этого Это машина крутая Собака красивая Не знаю Лошадь там Кобыла какая-то Не знаю Там арабская Чем То есть Гордиться внешностью Что большая грудь Там круглая попа Красивые черты лица За это что ли Гордиться то Я после этого разговора Я старался с этим другом Вообще избегать Каких-либо общений Да хорошо Другой появится друг Второй вариант Я всегда Говорил супруге Идем выйдем Пойдем Пройдемся К нашим знакомым По советской Ну по центральной Улице города Она говорит Я не хочу Ходить Тебя Да подождите Мы видим сейчас Она в дневнике писала Совсем другое Муж стесняется Со мной появляться На улице Простите пожалуйста Можно я перебью вас Ваш мужской разговор И переключусь Немножко вот На Марию На ней Вы никогда Не пытались Как-то Себя усовершенствовать Ну почему Через день Примерно пытаюсь В спортзал хожу Я имею ввиду С помощью Пластической хирургии Нет Я на самом деле Не вижу в этом смысла У меня были конечно Когда мне сказали про то Что у меня нос широковат Я долго ходила Перед зеркалом Присматривалась Но в итоге Пришла к выводу Что вокруг меня Очень много женщин Которые считаются Красивыми У которых нос Побольше Что все нос Мы все видим Что здесь большая грудь Что вы что Проносите И что Если есть большая грудь Значит Я не знаю Почему Мария Рассказывает про нос У меня есть грудь Вы хотите Или Мария Наоборот ее увеличила Да такой грудь Нос не виден Вообще ничего Да Я конечно понимаю Что у меня Смаш Давайте так Хорошо Чтобы вокруг Да около не ходить Я понимаю Всех волнует Один и тот же вопрос Вы же понимаете Своя или нет Своя Все хорошо Замечательно Человек у которого Глаз алмаз подтверждает Давайте пригласим В студию Сергей Вашу избранницу Марину Давайте Ура Здравствуйте Здравствуйте Марина Здравствуйте Ну расскажите Что изменилось В вашей жизни После того Как вы себя Усовершенствовали Все изменилось Даже сама жизнь Не только Внешность изменилась И жизнь Взгляды на жизнь И я Сама Изменилась Внутри А что внутри вас изменилось Вы стали Я не знаю Увереннее в себе Или что Ну понимаете Когда ты растешь Это началось еще Шести лет Когда ты растешь Вот тебе шесть лет И тебе постоянно Вот говорят Какая ты Это когда ты ходишь В школу И тебе каждый день Говорят Какая ты Простите пожалуйста Спокойно Сейчас все прекрасно И когда Тебе каждый день Это говорят Ты начинаешь В это верить Но оно действительно Так Это и внушение И действительно Так было Потому что У меня был Большой нос Большая борода И когда ты уже Заканчиваешь школу Ну не только Одноклассники говорили Еще младшие дети Которые должны быть Вы знаете Мариночка Большая борода У Льва Толстого была А большой нос У меня Но я девушка Я девушка И это очень тяжело И когда тебе внушают Это очень тяжело И когда ты уже Вступаешь в взрослую жизнь И теперь уже Даже взрослые Мужчины Идут И шепчутся За спиной Какая ты есть Это Тяжело перенести И Иногда даже думалось Как бы Не хочется даже И жить Не хотелось И когда у меня Получился Такой шанс В жизни Просто вот Подарок жизни Был Что я смогла С помощью Хирургической операции Изменить Убрать Я бы не сказала Что я полностью изменилась Я убрала Недостатки Я не скажу Что я Прям красавица Вот Я обычный человек Я иду по улице Никто больше Не шепчется Никто больше Не тыкает пальцами Никто больше Просто Принимает меня Как нормального Мариночка Вы можете не говорить Можно я вам просто скажу Вы просто красавица А скажите пожалуйста Не появилось ли у вас Желание после всего этого Молодого человека Поменять Когда ты меняешься Внешне То Не меняешься внутренне Нет Внутренне Происходит тоже изменение Может быть не в каждого человека У меня это очень сильно произошло И я поняла Для того чтобы менять Каждый раз человека Для того чтобы Прожить с человеком Вот время На него нужно потратить свое время Год Два Три Пять То есть ты распыляешься На каждого человека Ты находишь одного человека И ты живешь только с одним человеком И ты живешь только для него И даже когда ты общаешься С другими мужчинами У меня даже не появляется Желание флиртовать Я вижу просто человека Не важно то Мужчина Или женщина Ольга Ивановна У вас нет ощущения Вот вы знаете Если бы сейчас Марина сказала Да нет вы знаете Я его люблю Я бы понял А вот когда начались Вот такие пространные объяснения Что просто жалко Времени потраченного На молодого человека Отвечения 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 Вопросы стали задавать Я думаю что все будет идти естественным путем Девушка все равно поменяла окружение Потому что те люди которые шептались Ушли А те которые о вас беспокоились И вас искренне любили Они остались Вот У меня такое впечатление что у нас не красавица А просто ангел в студии Потому что конечно она Так много Так долго хотела Другой жизни Что в общем то Эта жизнь другая началась И это уже проблема молодого человека Как задержаться в этой жизни Как ее соответствовать Улучшить Или ну подать задору И что нибудь придумать Я думаю что вам будет очень трудно Марина я правильно понимаю Что Сергей взял вас замуж Как раз после того Как вы все это с собой провернули Да Признавайте Ну так получилось Что выходит что да Видишь какой Хитрый Ну он Ну вообще то у нас Рождалась любовь Не сразу Когда мы с ним начали жить Она рождалась постепенно Мы узнавали друг друга О качестве Друг друга Ну тогда у нас вот У меня вопрос Мы обрели После операции эти После операции Ну а что это Динаина Михайловна Вот скажите пожалуйста Объяснимо все Желание женщин Особенно когда Такие рядом Представители другого пола Не скажу мужчины Нет Которые как то пытаются Подтолкнуть к изменениям С другой стороны понятно С другой стороны Мне подобного не приходилось Пережить Слава богу Красавица была Но я не понимаю Знаете одного Я знаю как я была влюблена И мне было бы наверное Но правда он был красавицей Я его привезла с юга Когда снималась там Молодого красивого казака И в Грозном даже Много лет существовала Легенда о том Что не легенда А правда Слухи Слуги ходили Приехала Кириенко Забрала самого красивого Молодого казака Так писали да Так мы с ним прошли Всю жизнь Понимаете К сожалению Теперь его Он уже ушел Но вы ради этого казака Красавца готовы Были бы И я была старше его Но мне никогда в голову не приходило Сказать Что-то над собой Такое сделать Надеюсь А я и без этого была моложе Может быть он мне свою молодость отдавал На протяжении сорока лет И даже больше Мы прожили с ним Сорок четыре года Без четырех месяцев Вы понимаете Поэтому я не могу понять Этого молодого человека Если он был влюблен в эту женщину Как это могло мне стыдно С ней выходить Это у меня не укладывается Почему вам было стыдно Если человека любишь Как можно стыдно А вот тут Знаете очевидно одно У вашей жены душа красивая От природы От Бога Она и до операции Вероятно такая была Это видно Это очевидно Знаете одно слово Вас надо в красную книгу Вас можно назвать ангелом Кем угодно Но надо вас в красную книгу Потому что Вы либо единичные Либо таких как вы очень мало Маринушка Пожалуйста Вы потрясающе красивая Говорят что Красивые женщины Обязательно становятся стервами Не знаю правда это или нет Но пожалуйста Оставайтесь такой же Замечательной Прекрасной и доброй Какая вы есть Далее на телеканале Россия Вести